так всем добрый день сегодня еще раз показываю как высадить саженец такой имеем саженец да что мы делали выкопали яму 80 на 80 на 80 засыпали туда зал и вот обычная зала из пепел засыпали зал и заправили половиной ямы где-то землей с песком и немножко добавили там осеннего удобрения все вот это внизу размешиваем чтобы у нас в ямке образовался бугорок где-то на глубине не ниже 45 сантиметров сейчас покажу смотрите сделали вот такой вот холмик на этот холмик ставим саженец вот ставим вот так чтобы пятка была не глубже 45 сантиметров вот смотрите так мы поставили направлении роста сразу задали вот куда у вас будет расти побег вот у меня в эту сторону вот так сейчас постепенно его присыпаем а то неудобно снимать покажу вот смотрите присыпаем землей но не до самого уровня земли засыпаем а вот эти под этот побег должен у вас остаться как бы в яме посмотреть до уровень земли и он ниже ямы то есть мы следующем году будем брать вот с этой почки и вот с этой скорее всего два побега которые будем все это выращивать сейчас дальше покажу его еще если допустим вот многие у меня спрашивают у нас там зима мороз там и все остальное абсолютно не страшно яму выкопали саженец туда как я закопали и если у вас мороза даже верхний слой почвы промерз это абсолютно не страшно сейчас я вам покажу что надо сделать дальше потому что осенняя посадка все равно лучше я вот выкапывал там видео сейчас загружу выкапывал из временной школки временного как бы хранения саженцева там уже на корешках вот такие маленькие беленькие отрастают волосики то есть ну маленькие корешки то есть он сейчас уже осенью зимой он уже начнет у вас укореняться а весной он стартанет а если вы весной посадите ну немножко в развитии в развитии немножко потеряете ну незначительно но и весной можно сажать но осенняя посадка я считаю намного лучше и именно у таких саженцев а сего что весенняя посадка в основном все сажают вегетирующими из баночек ну они по моему мнению очень тяжелее они стартуют и тяжелее их вырастить больше хлопот с ними там укрытие заморозки вот чтобы эти побеги не поби маленькие не обломить их там с ними чуть потяжелее с этими все намного проще так сейчас покажу как его укрыть на зиму как он у вас в зиму пойдет посмотрите у всех есть вот такие пустые бутылки вырезали дно можно пяти литровую использовать можно двухлитровую вырезали дно сверху сделали вот такие дырочки вот видите по протыкал пробку взяли не полностью просто лишь бы она была накрутили берете меряйте сколько поместится в бутылку ну вот тогда остальные просто без жалости и сожалению чик отрезали она вам не надо нам нужны нижние две-три почки все берем бутылку вот так вот накрываем и и засыпаем сейчас покажу так вот так вот присыпали смотрите хочу показать весной когда наступит теплые дни да вы откопали эту бутылку но не убираете ни в коем случае почему потому что есть весной опасность возвратных весенних заморозков то есть когда вот эта опасность полностью пройдет только тогда вы уберете эту бутылку и там у вас внизу побеги которые пойдут вы самые нижние уже сказал берете весной вы просто приоткручиваете крышечку чтоб он там не задохнулся если вдруг ночью есть опасность заморозков крышечку закрутили все вот так он у вас вот до самого тепла он у вас будет поняли не убирайте бутылку потому что вдруг ночью заморозок вы не успеете его укрыть там еще как-то бутылку вас стоит вот до самого последнего момента сейчас что мы делаем мы просто насыпаем в зиму вот такую где-то горку чтобы зимой он не промерз чтобы там было тепло ему комфортно он не спреет там низ нее там сухо будет вот они дырочки будут позволять лишней влаги оттуда уходить не полностью закрученная крышка даже можно ее так просто чуть наживить вот так и все то есть вот так саженец уходят зиму сажать можно хоть даже сейчас было на улице минус 15 можно и минус 15 вот так посадить он вырастет я вам даю гарантию сто процентов ну все сейчас покажу еще как двухлитровый накрываем двухлитровая вот она смотрите я его коротко обрезал вот мы его так накроем и присыпем сверху горкой земли сейчас покажу как это все выглядит все вот так вот закопали вы бутылку сверху поставили палочку где у вас горловина находится чтобы потом легче было откопать все саженец посажен если таким способом вы сажаете виноград то он у вас я даю 99 процентов что он примется и через пару лет с него получите уже первые сигнальные кисточки всем спасибо за видео всем пока кому не жалко вот так кому нужны саженцы пишите на ватсап